Друзья, 55 квадратных метров, стандартная трехкомнатная квартира, экообраз жизни. Мы уже снимали данный обзор, будет старый, посмотрите, какие мы были и какой был интерьер. Так, я буду просто рассказывать, а вы посмотрите тогда сами, да? Давайте такой квест устраиваем, чтобы вам было интереснее смотреть, что изменится. Пакс с дверями форсанта Викидаль, кстати, вполне бюджетные двери, прилично смотрятся, но вся красота за счет того, что поставили Викидаль зеркальный и красивые ручки. Если сюда вешать обычные самые бюджетные ручки, дверь будет выглядеть точно так же. За счет этих ручек двери выглядят уже по-другому. Нормальное обычное хранение, не вижу только уголок ручки, кто-то его снял. Спрашивают, часто можно ли две штанги? Да, можно, почему нет? Ручка обязательно должна быть, если ставите и потеряли, обратитесь в отдел сервиса, в библиотечке запасных частей вам, скорее всего, найдут и за небольшие денежки продадут, потому что так, иначе зеркало будет в вечных залапах. Диван, нелюбимый ему на диван, генарп. Здесь у нас беста, идем покажем беста сочетание с полкой лак, облегчение конструкции, добавляет воздушность, но и при этом оставляет место для хранения. Здесь у нас сочетание фасадов с Эльвикин глянец, с Эльвикин бежево-серыми. Кресло поинг, елка, ну такие все интерьеры уже более к Новому году. Дальше плавно переплываем кухню, кухня интересного конструкции, кухня метод, метод с фасадами рингульт, длина 2,80, цена 86 тысяч, без бытовой техники. И это вот за эту часть вот, а эта часть будет отдельно. Значит, здесь у нас прячется холодильник встроенный. Опять же, да, помните, в Казани снимали. Если нужно будет, если таким образом будете делать, и нужно будет залезть наверх, холодильник будет открытый. Двадцаточка спряталась с выдвижным ящиком Максимера. Очень люблю этот модуль. Много можно сложить при этом на минимуме места. Здесь у нас раковина, все, что под нее. Здесь, скорее всего, прячется посудомойка. Угадала, не угадала? Угадала. Моя мечта, хочу вот так мыть посуду и смотреть в окошечко. Дальше спрятана вытяжка. Дополнительно облицована фальшпанелями, чтобы все смотрелось в одном стиле. Белая индукция. И вот еще одна двадцаточка. Ну, здесь прям совсем мини-мини. С полочками. Ну, опять же, да, то есть нашли, куда все сложить. Вот, о чем я говорила. Ящика алкоголичка. Да, сколько всего можно сюда попрятать. Ну, почему алкоголичка? То есть здесь и масло, может быть, какие-то запасы. На маленькую кухню, две выдвижные, тоненькие ящика. Хотя фактически сороковка одна. Можно было бы сороковой каркас поставить. Ну, как я говорю, я дизайнер, я так вижу. И дополнительный Г-образный модуль за 44 тысячи. И место котику еще осталось. Ящик. У нас это какой-то из бутылок. Бамбуковая новая крышка. Не помню, из чего. Но подходит к кружке Икея 365 маленькой. Стол Икедалин. Раздвижной, метр двадцать. Глобальная упаковка подарков. Покажу сейчас одну свою любимую штучку. Вот такой вот остров. Мамин рай, да? Все в одном месте. Главное, детей не пускать. Дополнительно здесь еще висит комбинация беста. Но здесь подразумевает, что это гостиная, плавно переходящая в кухню. Кстати, за Димой есть тканевая перегородка. Дим, покажешь? Закройте, пожалуйста, комнату. Здесь сделали из двух штор. Чтобы прям глухо-глухо было. Примерно вот так. Что-то маловато будет. Ну, я дизайнер, я так вижу. Два откидных столика. Какую функцию выполнять до конца, непонятно. Все хорошо. Два откидных столика. Ну, возможно, все-таки какое-то место для хендмейда. Для каких-то дел. Потому что, ну, не кушать же здесь угодно. И еще один метод. За 33 тысячи метровый. Это уже прям хоз быть нужды. Здесь и стулья, и сортировка, и пылесос. Утюг. В общем, все-все-все, что можно сюда упинать. Домашнего хозяйства. Но все сюда упинали. Так, маленькая, небольшая прихожая. А мы забыли спальню и детскую. Молодежь ушла. А, ну пойдем. В спальне, кстати, тоже обновление. Здесь у нас мальм. Комод мальм. Верхушка обделка Беста. Любимая моя серия с Вальнес. Кстати, девчонки, кто пользуется? Как вам? У меня прям вот любовь к этому бамбуку. Но пока не можем найти, куда это применить. Единственное, что не очень нравится, вот этот вот муделечек. За счет вот этого всего. Шум. Он металлический? Он металлический. Да, это металл. Здесь бамбук, здесь металл. Шумноватый. Очень нравится вот это вот. Бюро, трюмо. Называй его как угодно. Но вот прям такой девочковый-девочковый. Ну, то есть вот прям совсем все мелкое. В спальне тоже пакс. Фактически паксы стоят везде. И в прихожей, и в гостиной, и здесь. В общем, тут много-много всевозможных шкафов. Так, и пойдем глянем, что в детской изменилось. У меня уже устали ножки, поэтому я хочу присесть. Кстати, то же самое есть в Икеа Казань. Прям один в один. Точно такая же кровать. Слэкт. Точно так же матрас, который упирается в ноги. Также Микки. Да, точно такой же вариант. Готовый в Икеа Казань есть. И пойдемте покажем прихожую и ванну. Ванная с туалетом объединена. Большая раковина, два крана. Очень удобно, особенно если большая семья. Чтобы, например, можно было сразу вдвоем умываться. Шкафчик с подсветкой. Сюда можно упинать практически все, что нужно в ванной. Кстати, вот как выглядит спрятанная подсветка. Надо двусторонние. Очень, кстати, полезная штука. Да? Ну, и смотри. Это уже входит в комплектацию. Унитаз. Вешалка со штангой для полотенец. Брук грунт. Хотите для полотенец. Хотите для шаренения. Кстати-то, так и не убрали защиту от побочных эффектов, да? Да, чтобы никто не сел и не сделал ничего. Шкафчик для алген на белье. А стиралка? Стиралка в квартире нигде не прописана. Душевая кабина. У Икеи, конечно, душевых кабин своих нет. И высокий шкафчик Годмаргон. Ну, здесь как бы уже прям вот, ну, реально очень здесь много места для хранения. Можно было бы сюда и машинку стиральную небольшую поставить. Потому что вот еще Годмаргон. Даже только вещей в ванной нет. Сколько здесь предполагается хранить. И здесь еще небольшая совсем прихожая. Квадратура не указана. Но прям вот мини-мини. Маленький 35-й пакс. Вот если бы мы вот так поставили Диму, у нас было бы точно так же. Но Дима сопротивляется. Галошин Цитронос. Кстати, они опять появились. Везем сегодня клиентки в заказ. Бергсхольд Гранульт. Полка с консолями. Это удобно, когда малогабаритные квартиры. И нужно что-то похоронить наверху. При этом, чтобы было компактно и эстетично. Вот вариант такой полки. Давай заглянем в пакс. Вот о чем я, кстати, говорила. 75-ки. Вот, то есть для таких каркасов штанг теперь нету в продаже. Когда будет, неизвестно. Внизу модули скуп. Для хранения обуви. Вот так это может выглядеть. Но обязательно все-таки полочка, конечно, денег стоит. Но с ней удобнее, чем когда коробка на коробке стоит. Последняя в нижнюю штанга. И модули для обуви. Ну что, квартиру 55 квадратов мы вам показали. Ребят, просто уже подобный интерьер был. Поэтому интересно сравните. Ну и плюс в Казани тоже похожий интерьер был. То есть интерьеры все-таки повторяются. Мало места, много идей. 16 квадратов. Такая вот спальня. Возможно, даже там подростка. Либо двух детей. Нравится мне все-таки со шторками. Пожалуйста, разделили на две комнаты. Здесь у нас живет диван в Бейдинге. Полочки Экет. Полка Масленда. А здесь у нас Ольгот. Вполне себе красиво смотрится. Нисколько не выглядит это чем-то кухонным. Либо кладовкой. Спортное решение. Очень спорное. Можно было бы поэстетичнее сделать. На вкус цвет фломастеры разные. Очень разные. Очень разные. Я бы не стал. Мой ковер Хэмптон. Вот о чем вы меня спрашивали. Видите, как он затаптывается? И вы с ним что хотите делать? И ворс у него особо не поднимается. Вот такой он превращается. Дом еще быстрее выходит из строя. Вообще в асфальт закатывается. Так, во второй части у нас гардероб ПАКС. Давай покажем идею наполнения. Как-то жил был собран. Он к стенке не прикреплен. Вот, кстати, если не прикрепить к стене. Ну да. Сам по себе стоит. То есть он прям вот ходит. И вот второй. Вот, да, чуть посильнее. Улетел. Ой, смотри, какой у них раритет спрятался. Постельку все помнят? Сейчас белый с серым. Тродестер. А это рыженькая. Вот, кстати, как в корзинку, в метровую умещается одеяло. Вполне еще можно место для простынки найти. Так, здесь у нас бримнас, доска для записи магнитная, свентес. Но вот эти полки все-таки полуконечные в комнате смотрятся, чем ольгот. Опять чердак. Кровать. Маленький диванчик. Вот это вообще оптимально. Есть место, где посидеть. Ну, когда нужно больше места для работы, значит, здесь организуется письменная зона. Диванчик очень вписывается, прям мило-мило. Прям вот так и притягивает, да? Да, уютно и почитать. И спрятать все. Если бы я не купил этот компьютер, то я бы даже что-то подобное сделал. Зачем? А мне нравится. Наверх, пожалуйста, покажи. Там полка Масленда. Но, ребят, все-таки в ночи... Вот панельки Скодис, то, что мы вам показывали в одном из детских интерьеров, более лаконичны здесь будут, потому что об эту полку Масленда в ночи можно просто стукнуться. Края острые. И если туда изложить подушку... Да это как так-то переворачиваться? Ну, я бы не рискнула. Все-таки леволом. Я бы тебе середину поставил. Да, то есть ближе к ногам. А тут ближе. А здесь к голове, да. А здесь к голове. Ой, пойдем дальше, что ли? Пойдем. Вот этот интерьер, сколько мы не пытались снять по первости, он нам никогда не давался. Ну, если мы накопим в кое-веке на хорошую камеру. Будет вам красивый обзор темных интерьеров. Потому что, на самом деле, наш полосоник, на котором мы сейчас снимаем, не тянет темные интерьеры. Поэтому одна из причин, почему мы устраиваем платные донаты. И, кстати, ребят, по консультации хочу поговорить. Просто, ну, друзья, я вас очень люблю. Вы знаете прекрасно, что когда пишете в Инстаграм, в Ватсапе там какие-то мелкие вопросы, я всегда с удовольствием помогу. Просто получилось такое... Ну, не то чтобы инцидент, просто давайте не будем обманывать. Потому что обман обратно возвращается к нам же. Пишет девушка. Татьяна, я бы хотела заказ оформить, а сначала проконсультироваться. Говорю, да, конечно. То есть вы понимаете, что все-таки в Саранске мы консультируем бесплатно по причине того, что наши потенциальные клиенты. Около недели мы с ней общались, обсуждали все-все-все, что можно обсудить. А вчера в процессе переписки выпало, что девушка закупается в другом городе. А к нам вот таким вот не совсем этичным образом обратим, чтобы не платить 500 рублей за индивидуальную расширенную консультацию. Поэтому, ребята, буду теперь спрашивать, когда пишете, с какого вы города, чтобы таких нюансов не было. Мы не жадные, но я посчитала, сколько, допустим, времени, да, на голосовые, сколько... Это, на самом деле, недолго, а то скажете, да, совсем долбанулась, считается. Нет, это недолго, это заняло у меня две минуты. По времени я с ней общалась около трех часов, вот, да, то есть три часа времени, которое можно было бы потратить даже обзор снять, они ушли вот в никуда. Поэтому давайте все-таки уважать труд друг друга. Так, здесь у нас мини-такой вот, как бы, балкон, да, уголок. Вот такие стенки очень часто стали заказывать вот эту траву и делать зеленую зону сотрудникам комнатных отдыха, чтобы у людей было как-то вот, ну, какой-то оазис зеленый. Здесь линейка Эплара, и Эплара неубиваемая, ей вообще ничего не будет. Она может жить на улице, на балконе, где угодно, зимой, летом, снег, дождь не разваливается. И здесь у нас вот такой темный кабинет. Конечно, детально мы вам его не покажем по причине плохого передачи по свету, но я до сих пор помню, как мы два года назад пытались все это дело снять. И даже дал светосильную оптику. Да, тяжело идет. В общем, снять мы его не смогли. Не знаю, как здесь сейчас, что получится. Здесь у нас витрины Мольшо, стол Хемнос, Хенрикс Даль. Так оно и было, все то же самое. Кстати, здесь то, что сменили диван, стоял Гесберг в другой коже, в другой коже большой, здесь сейчас поставили маленький. Страдмон добавили, даже витрины остались все те же. В общем, интерьер особо не изменился, но надеюсь, что в этот раз мы сможем его хотя бы слегка выпустить. Вот вам тоже идея, какой может быть темная гостиная. Но опять же, насколько это вам комфортно, это уютно, потому что такие цвета немного давят. Очередное творение киевских дизайнеров. Уже начинают напрягать вот эти все шторковые перекрытия. Раньше этот интерьер был более интересным, более ярким. Сейчас что-то как-то его перемудрили, я бы сказала. Сижу на кушетке Грельста. Грельста ведь? Да, Грельста. Жестенько, но сидеть можно. Значит, давайте смотреть, что у нас здесь есть. Комод Brimnes. Трехметровый пакс с дверями Берксбол. Три отделения по метру. Сейчас я пооткрываю, Дима поснимает. Ну, здесь можно потребности всей семьи сложить, да? Плавный ход. Особо, ребят, здесь чего-то такого вау в плане планировки нет. То есть, обычно, да, что можно сделать с паксом. Детский стол, растущий поль на минимуме, поэтому стоит стульчик Мамут. На стенной панельке сходится. Это я, конечно, люблю у Икеи. Места занимает мало. Смотрите, даже на настенную панельку можно повесить адвент-календарь. То есть, не конфетки, а какие-то мелкие подорожки. Ребенок каждый день лазит, радость испытывает. Скамеечка стува с ящичком под игрушки. Здесь же лампа почитать. Ну, для почитать, конечно, темновато. Вот эта бра часто спрашивает, можно ли ее использовать как полноценная. Нет, друзья мои, это такой вот вечерний свет. Ну, не читать, не писать, какие-то занятия делать под ней не пойдет. Калакс, большой Калакс, 182 на 182. Но это вариант мини-стенки, хотя чаще всего, не знаю, может, от людей зависит. Клиенты жалуются, когда оставляют открытыми, что бардака больше, поэтому закрывают в основном. Чем Калакс хорош, то вы можете его сделать под себя. Хотите наполнить коробками, хотите вставками, ящиками, выдвижными модулями. В общем, чем угодно, в зависимости от вашей потребности. Вот за этой синей шторкой из ткани Диты прячется кровать Аскволь. Зачем-то повесили карниз РЭКа. Не поняла, для чего, но зачем-то, наверное. Здесь у нас детский уголок. Полок Химельск. Такой вот цветочек. Пылесборночек. Кроватка, по-моему, Сундвик. Нет, Сальгуль. Металлическая тележка с унерста. Двигать, конечно, нет смысла, ребенок будет просыпаться. А так вот в качестве такого столика перед кроваткой можно. Кресло Поинг для кормления, отдыха мамы. Протестино лично, очень удобно в плане кормежки грудных деток. Здесь у нас маленькая прихожая, то ли переходящая в другой интерьер, то ли относящаяся к этому. Смотрите, из модуля Калакс тоже можно сделать вот такое вот местечко для хранения всякой-всячины дома. Это единичные ячейки. Чусик. Хочу все-таки найти, сколько же квадратов данное жилище. Нет, написано только место для игр найдется всегда. Новая гостиная. Гостиная на все случаи жизни. Сердце нашей гостиной – это диван. Все происходит вокруг него. Вечеринка с друзьями, подвижные игры, настольные игры по рассмотру фильма. У нас много увлечений. Благодаря мобильной мебели наша гостиная подстраивается под каждую из них. Здесь у нас биддинги. Кстати, вот покажи, пожалуйста, стыковку, как стыкуются ковры лонгисет. Когда стелется один большой, и рядом вокруг него обкладка маленькими. А если еще зафиксировать на подложке, ездить вообще ничего никуда не будет. Нравится мне вот это вот местечко. Здесь фактически стенка Беста и сделан маленький такой женский туалетный столик. Комбинация данная 27 тысяч, скидка сейчас 3 тысячи по Фэмили. Вот, кстати, на фоне вот этих белых фасадов, черный, кажется, как будто пространство пустое. То есть цветовое решение тоже имеет значение. Вот такой вариант мне нравится. И легко, и не занимает много места, и не перегружено. Еще один модуль Беста здесь уже с местом под ТВ. И со всевозможными хранениями. Так, и здесь у нас есть. Не хочет. Освещение говорит, не балуйся. Кстати, пак с Фордаль, Дим, надо как-то передать, попробовать. Двери Фордаль. И глянет Бест Сальвикин. Фордаль больше чуть-чуть в молочко уходит, по нежнее оттенок. Ну вот, примерно, видно. Да, вот более-менее цвет передачи. Это для тех, кому принципиально, у кого будет рядышком стоять. Фордаль у нас 60-ка глубиной, метр. Такой вот чистый женский гардероб. Еще раз. Дальше плавно перетекаем на кухню. Кухня у нас метод Рингульд с глянцем. 91 530 рублей. Длина 250 на 190. То есть 250 и 190. Ну, за счет, конечно, можно удешевить ценник, если фасады использовать не глянцевые. Здесь у нас получается СВЧ. Место под хранение. Колпак вытяжного шкафа. Верхулька. Вот эти дырочки все нужно закрыть, иначе будет просто неэстетично. Нарастили сверху полку Масленда. В Масленда поставили подсветку, приклеили. Тоже, кстати, имеет место быть. Но вот здесь вот какая-то недоработка. Как-то вот я тебя слепила из того, что было. Низ мне нравится, как сделан. Все лаконично, все по уму. Раковина. Здесь, я как понимаю, будет посудомойка. И угол. Угол с каруселькой. Да, углы, кстати, такие часто тоже берут. Не такой вот, а половинчатый угол. Небольшой стол. Стол и кедрин. Кстати, дизайнер почему-то снова кедрин в интерьерах использует. Потому что бюрста сейчас нет, остальные столы дороже. И здесь вот, не знаю, что подразумевалось. Может быть, кладовка, комната, кусок, в общем, какое-то помещение. Здесь можно устроить всевозможное хранение. Дополнительный стол стоит. В общем, типа кладовой. Это балкон. Думаешь? И при этом стол, ну, возможно, балкон. Дим, пойдем покажем. Крючки скрель. На них очень хорошо хранить. Вот вам пример, как лежат лыжи. Вот такой вот интерьерчик. Плавно перетекли в гостиную. Гостиная немножко неправильной формы. 15 квадратов. И я понимаю, если бы у нас, например, был такой формы-зал, было бы гораздо интереснее, да, Дим? В плане расположения. Ну, да. То есть, вроде бы, те же 15 квадратов, но за счет формы можно много чего уместить, и при этом не перегрузив интерьер. Хотя вот мебель практически, расстановка, да, идет везде. По всей-всей поверхности. Здесь у нас... Дим, повернись, пожалуйста. Я чуть-чуть посижу и голосом поговорю. Куда поворачиваешься? Давай вот это Беста расскажем. Шкафчики сейчас откроем. Здесь у нас, кстати, смотрите, сочетание Беста и беленого дуба Мальма. Я в каком-то из обзоров вам уже говорила, что они сочетаются очень хорошо. Висит зеркало Неседаль, тоже в беленом дубе, и смотрится это все лаконично. Отсюда и не кажется интерьер перегруженным, потому что все в одном цвете. Сейчас я встану вам и открою. Ну, здесь пусто. Но, сами понимаете, да, наскладывать можно все, что хочется. Значит, по деньгам. Здесь все по отдельности. 24 500, 2,40. Нет, это вот эта вот комбинашка. 24 500. С таким вот мини-сервантом. Беста глаз вик. Да нет. Что-то я туплю. А здесь тогда ценник где. Так вот сходу пересчитать я не смогу. А, вот она. Да, 26 100. Просто здесь только лапвикин, а глас вик не подписан. Вот здесь за креслом прячется потайнушка. Газетница. Места занимает мало, умещается очень много. Так, а вот этот второй модуль Беста. Верх, значит, стоит 15 300. Вот эта вот вся верхняя полоса 15 300. Низушка 60 50. Здесь отдельно комод Малю. Еще здесь у нас стоит ПАКС. 60 глубины. Двухметровый. Стандартное наполнение для ПАКСа. Мехам. Новые панельки. Они, кто не в курсе, двухсторонние. С одной стороны беленькие, с другой стороны дуб. Можно поменять при желании. И второе отделение. Кстати, для 15 квадратов мне расстановка очень нравится. Диван Гесберг. Кожа крупно-рогатого скота раскладывается в полноценную кровать. Разложить сейчас не сможем, но, судя по длине, будет практически к телевизору пинаться, упираться. И у него отдельный матрас еще сверху раскладывается. Все спрятано внутри. Будем раскладывать? Нет. Нет, нас куснут уже скоро, да? Вот. Поэтому не будем. Беста тумба под ТВ. То есть, фактически, здесь в этой комнате используют три вида фасаду. Глазвикин с полупрозрачными стеклами. Лапвикин и белый лапвикин. И наверху экиты. Тумбарики экиты. Вот такой вот интерьер на 15 квадратов. Вот такая вот девичья комната. Мне кажется, мы ее как-то уже показывали. Да. Или в прямом эфире мы ее, в общем-то. Все смешалось, люди-кони. Кушетка Рамста. При нормальном матрасе заменяют спокойно и диван, и кровать. Из гордин Хильдран и карниза Фрека сделан, пожалуйста, балдахин. Уже такой более взрослый. Стоит клипстат. Украсили его чуть-чуть ручками. Ну, в принципе, можно имущество в барышню впихнуть. Здесь у нас комод с каневик. Икеевские пионы. Зеркало Экне. И вот тут такая вот уютность. Кресло, тумбочка под ТВ-брусаль. Ну, опять же, да, подразумеваем. Ну, хотя, в принципе, если, допустим, подросток пользуется ноутбуком, и не нужно уже места, да, то есть как-то вот... Рабочей зоны, например, не хватает. Это прям вот такая вот спаленка-спаленка. При этом должно тогда быть отдельно какое-то рабочее место выделено. Хотя можно вместо комода, например, с зеркалом туда что-то поставить. Потому что зеркал, в принципе, два в комнате. Вот такой вот неплохой, милый интерьер. А я нашла сколько квадратов? Один с квадратов комнаты. Друзья, очередной интерьер, который уже был в обзоре. Мы прям детально, полноценно рассказывали. Поэтому сейчас, наверное, только покажем моменты, что изменилось. Поменяли диван, поставили бюджетный, поставили брисун. Шкаф, кстати, по ссылке проходите, чтобы у вас было понимание, о чем мы до этого говорили. Потому что вот прям поменялось только процентов 10. Поменялись цветом двери у шкафа. Убрали стол, заменили на другой и поменяли диван. Все. Все остальное – кухня, обеденная группа йок-мок, стеллаж хемнес под тарелки, ложки, вилки вместо бюро. Все то же самое. Холодильник, комод хемнес, все, что в ванной. Прихожая тоже с комодом хемнес. Я до сих пор помню, тогда еще первый раз обратила внимание на полки. Что на самом верху, да, то есть можно загнать полки и убрать такое вот хранение, которое вообще редко-редко пользуетесь. Дим, покажи, что в ванной там линейка Сильверон. Дим, давай покажем. Вот здесь тоже, в принципе, особо ничего не изменилось. Поэтому можно посмотреть. А, кстати, вот отсюда мы взяли идею, да? У нас в ванной так же обделана ванна, только у нас липовая вагонка и покрашена другим, пропитана моринкой. Вот отсюда мы взяли идею. А здесь я до сих пор помню, в унитазе банки из-под пива валялись. Холодильник, может еще раз есть? Нет, я думаю, здесь сейчас закрыли. Закрыты в целях безопасности. Вот, поэтому проходите по предыдущей ссылке, смотрите. Мы там прям подробно-подробно рассказывали. А так вот у вас общее представление, что вот такая квартира, студия 25 квадратов, имеет место быть и в реальной жизни. То есть вполне такой живой интерьер. Друзья, 17 квадратов, библиотека. Опять же, мы ее снимали, здесь небольшие изменения. Если у Димы места технически хватит, он будет ссылки-подсказки вставлять. Если нет, то будут тогда, значит, ссылки в описании. Здесь раньше посередине стоял вот этот большой диван Ленгульд из кожи молодого единорога. Его переместили, поставили стол Мальм. 17 квадратов, такой вот классический интерьер. Много места под книги, здесь стеллаж Билли. Много-много Билли. Кстати, частый вопрос. Покажите угловой модуль, пожалуйста. Друзья, это обычный 40-й стеллаж Билли. Вот он. Просто стоит он вот так и на угловом крепеже. Все, какого-то секрета больше нет. Именно углом нет, то есть стенка задняя тоже прямая. Ну, сейчас мне кабинет больше нравится. Он более такой живые очертания какие-то имеет, да? Более легкий. Более легкий. Здесь, в принципе, и встречу провести можно, и пообщаться, и просто даже самому отдохнуть. Вот такие вот 17 квадратов. Вполне неплохо, имеет место быть. Может быть, у вас какая-то идея возникнет после просмотра. Ребят, 25 квадратов. Ну, гостиная, да? Все раз обратите внимание на новые коллажированные рамки. 1299, здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ой, фонарики. Здесь и кругляш, 10 на 15, 21 на 30, 30 на 40. То есть вот такая интерпретация. При этом ее можно перевернуть. Но вполне интересно смотрится аналог той коллажированной рамки, которая есть в текущем ассортименте. Хемнас, полки Бергсхульд с консолями Рамсгульд. Ну, очень-очень сильно сочетаются с Хемнас. В стилистике вполне прилично все это вместе выглядит. Здесь же в пару стоит хавста. Хотя вроде бы, да, не должна сочетаться по стилю, но вполне все это объединено как раз этими полками и консолями. Основной все-таки элемент основные это хавста. Но почему-то стоит прям самый бюджетный диван Бриссунт. Как-то вот он здесь... Сюда лучше бы Фрихтен более светлый встал, понежнее был бы. Но это мое мнение. Вышедший из ассортимента... А нет, это не вышедший. Это Статгольм. Я его все путаю с тем, который был бюджетный. Это есть. Страдмон. Амильды. Одни из новых гардин. Давай покажем, если цвет передачи получится. Да я думаю, нам пора переснимать шторы. Да, мы скоро будем уже шторы заново снимать, потому что уже треба-треба. Так, и здесь у нас еще и кухонька прячется. Кухонька, кстати, вот интересная. Мне такая кухонька нравится. 56 тысяч, 2,45 длина, светлая кухонька. Кстати, вот, ребят, где у нас? В хрущевках, да? С газовыми колонками. Да не обязательно хрущевки, частный дом. Частный дом, кстати, даже, да? Здесь вам и духовой шкаф, и варочная поверхность. О, идея хранения доски. Вешалка. Норвик. Вытяжка. Так, кухня 56, без бытовой техники. Здесь у нас, получается, фасады хитар. Место для посуды. Ну, немножко грубовато вот здесь. Не совсем мне нравится, как и свечи, потому что здесь бы хотелось, наоборот, такого более стеклянного шкафа. Со всей красотой, но дизайнер увидел ли вот так. Здесь у нас посудомойка 100% прячется. Здесь место под раковину. Выдвижные ящички. Ну, хотя можно было бы либо в воде фасадом объединить, либо сделать под единую дверку. А, вот отсюда и ценник, кстати, 56, потому что нет дорогих элементов. Прямо минимизировано. Но фасады такого среднего ценника не совсем бюджетные. Вот прям вот уже живая такая кухня, да, получилась. Какая вполне. Стол складной Норда. Достаточно вот даже, да, по стульям. Вот семья из трех человек. Если больше нужно, то раскладываем. И хочу сразу нюанс показать. У столов Норда, мы уже показывали, это когда снимали столы. Сучок. У всех столов, которые идут из массива, сучки у нас, друзья мои, выглядывают со временем. Это гарантия. Полка для тарелок Тарвикин, тоже здесь вполне в тему. Хорошо сочетается с фасадами Хит Тарп. Холодильник прячется как бы в нише. Холодильник обычный. И наверху надстроечка такой же каркасик. Вот такая вот кухня. Ну что, друзья мои, интерьеры мы вам показали. Сразу говорю, кухню мы будем снимать отдельно. Снята половина интерьеров Нижнего Новгорода. Ждите дальше. Спасибо вам большое за комментарии. Нас уже практически 20 тысяч. Я думаю, в тот момент, когда выйдет видео, мы уже перешагнем за отметку 20 и пойдем к следующей цифрке. Пойдем к 30 тысячам. Ребят, мы вас очень любим. Любим за обратную связь, за то, что вы постоянно задаете нам вопросы. Поэтому это очень ценно и важно. Давайте общаться, дружить. На все соцсети прикреплены к видео. Присоединяйтесь. Если интересно, да, наша жизнь помимо съемок в Икее. Будем рады видеть в подписчиках и в друзьях. Всех люблю. До новых встреч. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить новинки, стримы, прямые эфиры и прочее, что мы делаем на канале. Пока. Пока. Друзья, мы так хотели вам показать коллекцию Макерант в полном объеме. И так обрадовались, когда мне сегодня дизайнеры сказали, что все, можете снимать, она готова. Ребят, у нас совсем ее мало. Можно сказать, даже нет. Ну что, покажем, что есть. Макерант, шкаф, витрина. 15 тысяч. Объять, плакать. Набор досочек. Не, а в каком шурупе именно стоимость это? В 15 тысяч дизайнерском? Обусловлено. Ну что тут именно дизайнерск, Таня? Массив, дерево. Все? Решения для хранения помогают не только скрыть беспорядок, но и показать характер их владельца. В мире, где просветает селфи-культура, Вирджил Абло представил новый способ явить миру свою уникальность. Создать шкаф со стеклянными дверцами. Короче, ребята, кто хочет уникальность проявить? 16 тысяч. Таня. Я тебе за тысячу сделаю. Хочешь? Кому нужен стол Макерант, обращайтесь к Диме. Так, теперь давайте со столом разбираться. Макерант стол. Принципом 50-х годов минимализм. Благодаря своей конструкции, использованию легковесных материалов, он выглядит современно, продается по доступной цене. 20 тысяч. Кленовидные пазлы, в которые одним движением до щелчка вставляются ножки, существенно облегчает процесс сборки. В общем, бук береза, размер 170 на 75, не раздвигается ничего. Основание, массив сосны, прозрачный акриловый лак с оттенком. Фронтальная панель, верхушка. ДВП, буковый шпон, массив бука, прозрачный акриловый лак, фанера из березы. Блин, ну я не знаю, двадцатка за такой стол. Ограниченное, что поделать. Картина с подсветкой USB Макерант. Оно горело. Да? Да, да, да. Монолизм. Железный корс. Еще раз, включи, выключи. Ну да. Нет, конечно, вот идея мне и нравится сама, вот суть, концепция. Шесть тысяч. Она вся дорогая, Дима. Коллекция Макерант ограниченная, дизайнерская, дорогая. Про нее сразу так и говорили. Были зеленые ковры, которые расхватали сразу. Была постель по полторы тысячи, которые тоже сразу расхватали. Вот как с акулами, в общем. Просто, может, мы мало зарабатываем. Не знаю. Набор Макерант это та же фикса, только боком на 200 рублей дороже. Все то же самое. Так же ржавеет. Все один в один, только в другом цвете. Форма ручек. Ребят, ну вот один в один. Дим, я думаю, просто мы уже, наверное, в силу возраста не совсем понимаем, за что платить такие деньги. Макерант зеркала 13 тысяч. Можно, соответственно, горизонтально, можно вертикально. Массив сосны, краска. И вот здесь вот такой излом. Покажи меня издалека, как это выглядит зеркало. То есть можно себя раз, два, три раза посмотреть. Вот такой вот коврик в виде киевского чека. Если он будет стоить 4 тысячи, я его куплю. Ну, ждите, когда появится у нас дома. Ну, покрытие, конечно, самое дешевое. Это из уровня бюджетных ковриков. Я даже бы за стену повесил. В офисе тяжело будет чиститься. В плане ухода, конечно, спорный для меня коврик. И макерант. Вот такое еще кресло. Кресло 10 тысяч, буковое. Да, здесь полностью бук. Холодненький. Вот интересно, это ножка в комплектации? Судя по всему, да. Одна нет. Кач-кач. Вот такие остатки ограниченной коллекции макерант у нас в нижнем. Ребят, кто что купил из этой коллекции, хвалитесь. У нас пока клиенты купили два ковра. Несколько наборов инструментов. Постели мы привозили. И монолиза. Все, отзывов не получили. Клиенты заказывали сыну-подростку. Подарок захотел ребенок. Вот. В общем, жду ваших отзывов по коллекции макерант. А мы пошли дальше интерьер смотреть. А ковер мы все равно купили. Капец.